Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня мы находимся в Паду и сегодня я отправлюсь на рынок. На рынке уже появились зимние вещи. На самом деле очень странная ситуация, я ее наблюдаю впервые. В магазинах до сих пор можно найти летний ассортимент, его достаточно много. А на рынке также зимние вещи и уже прямо-таки шубы соседствуют с совершенно летними вещами. Сейчас я показываю вам кардиганы, это местное производство. Если честно, цена в 350 евро, мне кажется, высокой. И, как правило, это вещи выполнены из стопроцентного кашемира, которые дополнены отделкой из меха. Как правило, свой товар таким образом продают местные меховые ателье, которые скупают старые шубы, чистят, окрашивают мех. И потом используют его повторно и делают, например, такие вещи. Кстати, в прошлом году вы наверняка помните спрос на шубы винта, шубы БУ был очень и очень велик. Он был велик на рынках и было много модниц в шубах, которые явно с чужого плеча. Сегодня я на рынке нашла также красивые украшения. Они стоят недорого. Производство Индия. Продают их, как правило, тоже выходцы из Индии. И, кстати, действительно здесь очень неплохая бижутерия. И итальянки очень любят останавливаться, рассматривать подобную бижутерию. Часто ее покупают. Я нахожусь в Падуе на Пиаце де Синьоре. Часто мне задают вопрос, где проходит рынок в Падуе. Как раз-таки на центральной площади Пиаце де Синьоре. Когда проходит и где проходят рынки в итальянских городах, вы сможете узнать, посетив сайт соответствующего города. Там есть расписание. Как правило, рынки работают в утренние часы. В этот же день, во вторник, ровно неделю назад, было чуть теплее. Я нашла красивые вещи на развале секонд-хенд. И очень часто это секонд-хенд. И продаются вещи с этикетками. Они скупаются из магазинов. Это не развал, а остатки сладкие. Это прямо-таки секонд-хенд. И там можно найти также и вещи БУ. Торговля идет очень быстро. И моим открытием является новый лоток. На самом деле продавец тот же. У него раньше был другой ассортимент. И не всегда он охотно разрешал мне снимать. Но в этом сезоне все поменялось. Я снимаю свободно. И здесь продают так называемые компионарию. То есть это образцы. Очень часто это модели, которые должны запустить производство. Приятные цены. Неприятно то, что ты не можешь узнать состав. Очень часто к этим вещам не пришита этикетка. Но вы знаете, на ощупь там безусловно имеется и шерсть, и махер. Вещи выглядят очень красиво. Очень стильно. Их цена не может не радовать. От 29 до 45 евро. На самом деле все как всегда. Действительно большое количество красивых, милых вещей, качественных вещей. И рынок затягивает итальянский. И хочется все купить. Потому что на самом деле по цене одной вещи ты можешь приобрести три. Если не пошел в магазин и отправился на рынок. Кстати, часто я встречаю своих зрителей. Либо потом они оставляют комментарии под моими видео, что были на рынке и ничего не нашли. Такое действительно может быть. В особенности, если вы не отправляетесь на рынок в Падую. Где, на мой взгляд, самые лучшие вещи. Ориентированные действительно на очень модных подаванок. Если вы приезжаете в Монте-Гротто, в Абана-Терме. Либо в какие-то другие города, где я посещаю рынки. Там действительно выбора меньше. И приходится, что называется, копаться, чтобы найти что-то потрясающее, хорошее за небольшие деньги. И при этом еще качественное. Но также я часто, и, наверное, таких комментариев больше, получаю отзывы о том, что действительно были. Купили именно то, что я показывала. Безусловно, мне это очень приятно. Кардиганы и жилеты любой длины в моде сейчас. И я сегодня встретила два очень интересных удлиненных кардигана. Из плотной вязки. И могут они вполне заменить легкое бесподкладочное пальто. На самом деле, к пальто мы немножко привыкли. И пальто уже не смотрится так трендово, если говорить именно о тонком варианте. Как, допустим, длинный кардиган. Вязка сейчас все больше крупная. Очень много кос. Очень много бахромы. Поэтому, если вы вяжете самостоятельно, берите на заметку. Мне, например, сегодня очень понравился вот такой белый вариант. Но еще больше мне понравился вот такой. Тут и вязка крупнее. Искала, на самом деле, этикетку, чтобы посмотреть состав. Не нашла. И, опять же, сочетание цветов более интересное. Такую вещь я бы купила и легко бы смогла ее обыграть. Вообще, я очень люблю, когда в расцветке присутствует несколько цветов. Таким образом, вещи компонуются действительно очень легко. Ну что ж, я двигаюсь дальше. Кстати, вот еще кардиган, который мне также очень понравился. Модные цвета. Я говорила, что все оттенки винные. Очень популярны в этом сезоне. Коричневый, горький шоколад. И этот кардиган был сделан примерно так, как сделан жакет, который сегодня на мне. Ну что ж, я нахожу вот такие интересные брюки. Здесь еще стоковая цена. Точнее, оригинальная цена. Потом цена стока, когда эта вещь попала в сток. Очень часто эти стоки закрываются. Либо просто освобождаются от вещей, которые невозможно продать. И я думаю, что это, кстати, не этот вариант. Потому что, действительно, здесь очень хорошие ходовые размеры. Очень современные модели. И на данный момент стоимость каждой вещи от 40 до 55 евро. Все зависит, конечно же, от марки, от состояния вещи. Но я показываю вам брюки, которые лично мне очень понравились. Мне понравились брюки Dolce & Gabbana. Они прекрасно сядут красиво зауженные, как любят итальянки. Мне, например, понравились вот эти брюки. Они, кстати, мужские. Прекрасно подошли бы, допустим, для моего мужа. Это Berberi. Очень красивая ткань. Плотный хлопок. Сегодня также было большое количество белого денима от Dolce & Gabbana. Но своей абсолютной находкой я считаю две пары белых джинсов от Yves Saint Laurent. То есть это еще этикетка до того, как поменялось название этой марки. До того, как был выполнен ребрендинг. Тоже, что называется, за небольшие деньги можно купить вещь. Вот сейчас, кстати, эти брюки, эти джинсы на ваших экранах, которые уже, наверное, будут считаться, если уж не винтажные, то исторические. Потому что, повторюсь, этикетка посмотрите еще на старый момент. Эти джинсы мне очень понравились. У меня есть ощущение, что они слегка расклешаются к низу. При этом они укороченные. Это еще одна модель, которую очень любят итальянки, с удовольствием ее носят. И эти джинсы можно часто встретить. Они до сих пор смотрятся актуально. Ну, кстати, и брюки с плотной ткани, слегка расклешающиеся, а-ля Пиноккио. То есть, как у Пиноккио. Это модель, которая очень популярна. Еще одни брюки Dolce & Gabbana. Повторюсь, сегодня была очень красивая гамма. Было из чего выбрать. Брюки 42-го размера, но, по всей видимости, маломерят. Потому что вот так, на вскидку, они были бы мне как раз. Покажу контакт этого продавца. И если вдруг вам интересно, вы сможете посетить рынки и в других городах, где бывает конкретно этот продавец. Ну что ж, я уже начала, что называется, беспокоиться, что один из моих любимых местных производителей никак не возвращается на рынок. Оказалось, что ребята просто работали в других регионах. Потом были на каникулах, что традиционно для Италии в течение августа. И вот, пожалуйста, ассортимент еще не обновился. Здесь очень много хлопковых вещей. Футболок с коротким рукавом, с длинным рукавом. Также можно найти вещи изо льна. Это будут также брюки, не обязательно какой-то трикотаж. И на самом деле есть из чего выбрать. Сейчас за небольшие деньги можно купить, что называется, остатки ассортимента. Ну и представлены также уже классические модели для этой марки. Они стоят недешево, сделаны из нити Loro Piano. Очень часто это 100% кашемир. Либо, если стоит чуть дешевле, ниже 100 евро, как правило, цена опускается. Если в нить добавляется, помимо кашемира, также 6. То есть искренне рекомендую этого производителя. Сама ношу. Много раз покупала здесь вещи. Много раз получала их в подарок. За что очень признательно. И на самом деле именно этот лоток является, наверное, самым моим любимым здесь в Паду. И здесь всегда можно найти что-то красивое и интересное. Еще один производитель, который вызывает у меня много интереса и много вопросов. Это так называемый текстиль для дома. Здесь можно купить скатерть и полотенца, очень красивые пледы, очень красивые одеяла и покрывало для кровати. И, конечно же, постельное белье. Цены более чем заманчивые, при том, что хлопок сатин, цена изначально гораздо-гораздо ниже, чем на комплект, на двуспальную кровать из хлопка такой же, точнее, выделки. Но ни разу не покупала, поэтому ничего не могу сказать, кроме того, что выглядит текстиль очень красиво именно на этом лотке. Вы найдете его в Падуе во вторник совершенно точно. По другим дням также он присутствует, но поскольку сегодня вторник, поэтому могу сказать, что во вторник точно вы этот лоток найдете. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok